здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем делать селёдку про весную вот такая селёдка тихоокеанская 500 плюс там 500 грамм и выше две штучки где-то мы просто закоптим а две будет у нас просто вяленые проезд так сказать про весной про весны сейчас нам надо их разделать что мы делаем берем селёдку голову можно не удалять но я удалю ну именно по рецепту как бы провисная она без головы удаляем голову по плавничкам вот так вот брюшка вот здесь вот брюшка вот это вот просто так вот ноги ножничками убираем вместе с этими плавничками брюшными икру соответственно мы оставляем а все эти кишки и вот эта черная пленочка который по брюшку идет мы убираем просто очищаем ее ножом там кто кто как привык ножом слегка убираем ее можно также промыть водой щеткой если конечно вас лёдочка хорошего качества ребра не отходит и все отлично так очищаем ее я имею ввиду вот эти вот черные если их не убрать то у вас лёдочка будет с горчинкой ну такая горчинка не навязчивая но все равно неприятно вот такая вот селёдочка получается сейчас мы все разделаем и приступим дальше к ее готовке так теперь рыбку обязательно взвешиваем что просчитать нам все специи вот здесь у меня взвесил уже здесь у меня два килограмма два килограмма рыбки вот эти пять штук два килограмма такие вот рыбки сейчас будем готовить специи для их засолки ну теперь готовим посолочью смесь я буду вырезать все на килограмм второй третий помол соль крупная но это соль еще не вся я дальше расскажу дальше берем перец душистый перец черный и перец красный перец душистого 2 грамма на килограмм перца черного 1 грамм на килограмм и перца красного жгучего играмника рам COVID уже раз того вступки всего там порошок можно сказать весей обычно раз к голова дальше идет корица 1 грамм на килограмм дальше гвоздика один грамм на килограмм дальше идет кориандр два грамма potem sharp Талфиэй 0,3 грамма на килограмм. Кардамон 0,2 грамма на килограмм. Лавровый лист, вот он лавровый лист, 0,2 грамма на килограмм. Анис, вот он тоже рассолоченный в тупке. Получается аниса 0,2 грамма на килограмм. Чабер 0,2 грамма на килограмм. Укроп также 0,2 грамма на килограмм. Ну все, все это сейчас мы отправляем. Забыл. сахар 3 грамма на килограмм вот он сахар вот они все вот он весь букет специй номер четыре прям вот еще не смешал аромат стоит обалденный как я смотрю так отправим на на лавровый лист раздавить есть просто вот так вот щепотками его ну и остальное сюда добавляем все все всю эту посолочную смесь готовим распределяем ее чтоб она вся разошлась по соли по сахару все специи были однородно размешаны вот все размешали посолочную смесь оставляем в сторону берем тару посолочную слегка на дно посолочную смесь так приступаем и укладываем селедку теперь всей остальной смесью что мы приготовили засыпаем ее чтобы попало внутрь попало везде в хребет попало и все распределяем всю эту смесь посолочную по всей селедке также если есть молоки икра и укладываем вот прям вот где есть места где соль лежит так прямо и укладываем все и у так вот селедку отправляем на 12 часов ровно на 12 часов через на часов вот рассол уже сварил вот он не стоит очень будет остывать все рассол когда 12 часов пройдет вот селедка просолится и много будет выделиться влаги мы зальем вот этот литр рассола в этом рассоле у меня литр воды литра воды на 2 килограмма селедки если у вас один килограмм селедки соответственно надо пол литра воды если мы налить в литре воды 120 грамм 100 120 грамм соли в среднем если пол литра воды то соответственно мы уменьшаем количество соли на 50 процентов все отправляем в холодильник температура засолки не более 10 градусов а лучше держать 45 градусов в холодильнике вот так вот вот прошло 12 часов можно солить селедочку вот икорку икорку сейчас достанем с молоками все она готова а селедочку заливаем рассольчиком холодным все и вот так вот рассольчики здесь она уже брюшка просолилась а вот спинка еще не совсем просолилась и и вот так вот рассольчики оставляем еще на 12 часов прошло еще 12 часов берем очень ароматная селедочка просоленная вся что мы делаем берем вот эту селедку сейчас все и пробываем в ледяной водой быстренько все просто смываем специи и после этого отправляем вялиться в швс ее так то можно уже все сейчас прям доставать вот прям даже не смывая специи нарезать и кушать очень приятно очень вкусно и ароматные но могут делать провисную и еще несколько штучек под коптим ну так вот селедка будет пиалиться в швс и с периодичностью течение суток именно вялиться против три будут вялиться вот эти две будем копчить коптить вот эти у нас будут вялиться с периодичностью три через час именно сутки она где-то будет вялиться а это мы под копчение часов 6 подвялим закоптим и уже вместе вот с этой повесим шивы если будут они вялиться как настоящая про весна на веревочках будет вялиться но с людочкой проверилась смотрите к нам все она готова провисная селёдочка надо сейчас мы 2 еще под коптим селёдочки это же все провялены все среди какая красота и будет все это пробовать ну все мы повесили вот она наша селёдочка селёдочка подвялено будем коптить и мне еще рыбка тоже подвялены хорюски вот бит центральных шипов будем коптить вот с этими перемычками поддон я убрал он здесь не нужен здесь не жирничаю капать и будет рыба подвялены вот так вот увеличивается нагрузка как проверить статику да вот все то же самое вешайте ниточку чик смотрим на ниточку нажимаем эти все работает и при таком положении бицентральных шипов вот так вот она будет все коптится то без центральных шипов время копчения увеличится где-то еще на полчаса но тогда мы все увидите как увеличится объем загрузки вот он ряд можно еще даже по центру ряд вот они висят здесь а вот он ряд увеличен и здесь еще третий ряд можно вешать он эти и так коптить увеличится объем но время копчения тоже увеличивается соответственно значит закладка дров будет где-то два раза мы закладывать дрова все вот это вот сейчас мы включаем как обычно греб зольника на 300 около 350 сейчас разжигаем дровишки включаем холодное копчение начинаем коптить селедочка и хорюски все как обычно ничего но ну и вытяжку соответственно тоже включаем задвигаем аккуратненько ну и коптим и вот он сам зольник дровишки разжигается видите не дым ничего не идет сейчас когда включу дым когда уже обильно падет дым когда включу все и посмотрите дым идет не идет прям на 300 на полной посмотрите при открыто видите посмотрите сколько в горе дегтя если долго не чистит что будет конечно мы почистим эти дымок такой слабенький пошел закрываем нет ни дыма ничего не идет все идет в коптильную вытяжка сейчас выключена ничего не работает если дым идет то соответственно что-то не так установлено или не по уровню установлено или слишком большое количество дыма регулировать на зольником именно гребом зольника или соответственно под коптильную дует какой-то вентилятор или до воздуха куда поступает сквозняк и подкоплению все это задувает и просто выдувать имя с другой стороны коптильную ну вот все как-то так смотрите видите открыли дым идет закрыли ничего не идет дверца он приоткрытая дым как конечно идет закрываем все тяга пошла туда вверх я видел саму коптильню парица смотрим дым как идет в камере вот он идет через тот фильтр сейчас фильтр по-моему не поставляется но его можно самому легко сделать рыбка начинает коптиться можно также традиционно коптить кто не любит конечно стадик вот просто домов идет и коптится камера наполнится приоткрытая сейчас выходит камера наполнится и все будет закопчено ну все дым пошел видите обильно закрою дверь сейчас секунд 30 камера наполнится и включая холодное копчение закончить копчение копчение заняло именно копчение увеличилось в полтора раза час 45 коптил именно копчение вот дымок еще выходит еще дымок есть все рыбка прокоптилась час 45 накоптилась именно коптилась розжиг я не считаю и пока дым выходил отдых не до конца вышел вот такая рыбка вся закопченная вся золотая температура копчения составила температура копчения было 25 градусов все прокопчено сейчас все перевесим в швс селедочку перевесим швс буквально ее часа полтора-два обдуем и потом просто положим в холодильник она будет отлежиться часов 6 и будем пробовать уже все вместе с селедочкой провесной вот и рыбку вытащил и цвет еще лучше вида как видите она вся прокопченная но время копчения увеличивается но зато увеличится объем также и здесь он со всех сторон все закопченное ну вот мы закончили весь процесс вот она провесная селедочка а вот провесная копченая сейчас все этому конечно разрежем и попробуем сначала просто провесная так сказать вяленая вот они селедины вяленые и и соответственно отрежем и копченую засолка все то же самое просто мы ее еще и коптили режется все отлично не разваливается просоленная жирненькая это провесная раскрывается удара вся плотная провяленая очень ароматная в этих специях и очень вкусная малосольная вкусная селедка ну и копченая провесная только уже мы ее подкапчивали все то же самое только присутствует аромат дымка очень вкусно и очень ароматно для любителей копченой вот селедка провесная копченой а вот для любителей просто не копченой селедка провесной подвяленой всем приятного аппетита и до скорых встреч ну и Продолжение следует...